МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Расскажите, пожалуйста, Александр Сергеевич, как горим, сколько горим, что говорит статистика? С начала года в Хакасии произошло на сегодняшний день 256 пожаров, что на 50 пожаров больше за такой же период прошлого года на сегодняшнюю дату. Погибло 12 человек в прошлом году за этот же период, погибло всего лишь 5 человек. Чаще всего пожары у нас происходят в частных жилых домах, на дворных постройках, банях, сараях. Сплеск количества пожаров у нас идет при понижении среднесуточных температур, при наступлении мороза. То есть, образно говоря, мороз, да, если вот пришел в республику, тут же вы наготове. Да, люди начинают согреваться, активно использовать печное отопление, электроприборы. А что чаще является причиной, электро или печное? И то, и то. Зачастую просто это происходит за нарушение правил пожарной безопасности. Происходит либо перекаливание печей, либо неправильная эксплуатация электроприборов. Про водка, образно говоря, да? Да. Козы. А какие частные дома горят чаще? Вот если мы сегодня начнем разговор об этом, да, может быть, мы и с самого начала программы будем предупреждать жителей, вот если живете вы в деревянном доме, будьте аккуратнее, или это не стоит так говорить? Жилье горит вне зависимости ни от даты постройки, ни от материала, из которого сделано данное сооружение. Все зависит от самих хозяев, от их отношения к пожарной безопасности. Также особое внимание стоит обратить на внутреннюю отделку. Зачастую это материалы, сделанные из пластика или более дешевого какого-то материала, легковоспламеняющегося. Ну и, соответственно, что потом приводит к печальным последствиям, да? Да. Горение такого материала, как пластика, вызывает едкий ядовитый дым, что может даже при одном-двух вздохах человека... То есть, образно говоря, секунд 10-20 хватит для того, чтобы отравиться угарным газом, правильно? Да, достаточно одного-двух вздохов человека, чтобы он потерял сознание. То есть, если есть пластик в доме, то тушить не стоит. Есть опасность вот буквально этими одним-двумя вздохами отравиться. Нужно выходить из помещения. Да, в первую очередь необходимо защитить своего окна дыхания, либо задержать дыхание, и потом уже оценивать обстановку. Если очаг незначительный, и вы оцениваете, что вы его сможете мгновенно затушить, ну, стоит попробовать. Во всех остальных случаях нужно незамедлительно покинуть помещение и уже звонить по телефону 101. Так, расскажите, пожалуйста, вот можем мы с вами продолжить разговор в той тематике, если вдруг горит не дом, например, да? Я знаю, что у нас в статистике есть и автомобили, ну, вы уже сказали, и постройки, и все остальное. Как тушить, если мы можем потушить, находимся на улице, например, загорелся наш автомобиль? Водой, огнетушителем, чем? В первую очередь, конечно, нужно использовать огнетушители, которые у каждого находятся в автомобиле. Должны находиться. Должны находиться. Если нет такой возможности, используются подручные средства. Нужно понимать, что при возгорании электропроводки или возгорании автомобиля ни в коем случае нельзя тушить водой. Можно использовать любые подручные средства, например, если автомобиль загорелся и очаг вы видите, что маленький, и вы можете сами его потушить. Используйте какие-то тряпки, одеяло, можно накрыть этот очаг. Курткой, в конце концов, можно спасти свой транспорт. Если вы видите, что очаг уже разгорелся и вы не в состоянии потушить, нужно как можно дальше отойти от автомобиля. То же касается и в квартирах. Если вы в состоянии сразу потушить очаг, видите, что можете, то надо тушить. Если вы оцениваете, что очаг разгорелся и вы в кратчайшие сроки не можете потушить, вы можете просто задохнуться дымом. Поэтому в этом случае нужно покинуть помещение. Покидая помещение, ни в коем случае не пользуйтесь лифтом. Обязательно спускайтесь по лестнице. Еще можно пользоваться любыми подручными средствами, вплоть даже до использовать землю из цветочного горшка. Если очаг незначительный, можно его не кредировать. А может и в таком случае украшение домашнее избежать трагедии, потушить хоть какой-то очаг. Ну а вот, как мы уже сказали, что если даже огня открытого большой площади нет, то если это горит пластик, все-таки не стоит рисковать ни цветами, ни водой, ни даже огнетушителем. Проще убежать. Но вот убегая, я знаю, что нельзя открывать окна и двери. Каким же образом тогда покинуть помещение? И почему нельзя? Давайте в этом русле продолжим наш разговор, предупреждая наших телезрителей. Если дым поступает в помещение извне, и у вас нет возможности эвакуироваться, конечно, надо эти самые места плотно закрыть. Это дверные проемы, оконные проемы, вентиляция. Все это должно быть плотно закрыто. В первую очередь, все равно рекомендую сразу эвакуироваться из данного помещения. Проще подумать о своей жизни. Задержав дыхание, либо приложив влажную марлю, карту, и находиться как можно ниже к полу. Ну, вот бывают такие ситуации, как вы уже сказали, да, что не нужно ничего спасать, нужно спасать в первую очередь свою жизнь. И, конечно же, вызвать спасателей, вызвать пожарных. Если вдруг вот в панике человек и забыл номер телефона, я знаю, что сейчас есть такая очень удобная программа, которая помогает буквально одним нажатием пальца на телефон, называется «На МЧС России». Я предлагаю сейчас прямо к ней сразу перейти и рассказать, как она работает, вот что происходит. Мы с вами о нескольких программах сегодня расскажем нашим телезрителям. Давайте начнем с МЧС России. Вот у нас уже мы подготовили заранее картинку. Вот так она примерно выглядит, когда открывается в телефоне. Это мобильное приложение. Что в ней есть полезного? Расскажите. Ну, прежде всего, это комплексный справочник для населения. Здесь можно найти ответы на любые вопросы, что делать в той или иной ситуации. Здесь можно найти, как и оказать первую помощь, в том числе и медицинскую. Здесь все подробно расписано при любых тех или иных ситуациях, какие действия нужно предпринять человеку. Также есть здесь карта рисков, вот на экране справа. Включаю ее. Есть такая вкладка «Оперативный прогноз». Если ее активировать, мы увидим, какие у нас риски на сегодняшний день существуют на территории Республики Хакасия. Вот, к примеру, сейчас, если включить, у нас действует на сегодня штрафовое предупреждение о опасных явлениях погоды. И здесь имеется шкала риска. То есть на сегодняшний день вот она выглядит красным цветом. Какие-то есть еще полезные функции у этой программы или мы с вами перейдем к следующей, Александр Сергеевич? Центр управления в кризисных ситуациях пользуется современными методами мониторинга, в том числе программой «Термические точки». С использованием дистанционного зонтирования Земли мы получаем космические снимки, то есть так называемые очаги возгорания. Мы сразу видим на карте этот очаг, знаем координаты его, площадь его, и что нам позволяет очень быстро реагировать на данное возгорание. Данное приложение у нас персонализировано, установлено оно у всех глав муниципальных образований, оперативных дежурных единых диспетчерских служб, которые у нас дежурят в круглосуточном режиме, что позволяет 24 часа в сутки отслеживать все возгорания и реагировать на них незамедлительно. Есть какие-то еще преимущества у этой программы, которые необходимы нашим телезрителям знать? Я так понимаю, что обычным гражданам она недоступна? Да, обычным гражданам она недоступна, она доступна для должностных лиц. Расскажите, пожалуйста, о еще новых технологиях из области пожарной безопасности. Это самосрабатывающие огнетушители и пожарные извещатели, раз уж мы начали разговор о современном оснащении. Да, самосрабатывающие огнетушители – это устройства, устанавливаемые, как правило, в бытовых помещениях, складах, гаражах. Данное устройство при достижении определенной температуры срабатывает и заполняется это помещение огнетушащим веществом, что позволяет без участия человека ликвидировать пожар. А у нас в Хакасии вообще применяют такое оборудование? Есть примеры? Да, у нас применяют такие оборудования, и можно частным лицам приобрести это оборудование, оно очень доступно, и цена довольно-таки невысокая. Приобрести можно его, набрав в интернете, в поисковике, довольно доступное средство. В домах же это стандартная тоже связка, это автономный извещатель пожарный и огнетушитель. Скажите, есть примеры, когда вот подобные средства защиты помогали избежать трагедии? Да, конечно, таких случаев очень много, потому что сейчас все чаще и чаще применяется именно вот это вот самосрабатывающее огнетушительное средство. Александр Сергеевич, наше время эфирное подходит к концу, я предлагаю завершить программу каким-то вашим предупреждением, предложением для наших телезрителей той информации, одним словом, которая будет важна. Расскажите. Хочется предупредить граждан, что при возникновении пожара ни в коем случае не надо просить помощи в соцсетях, писать туда сообщение, необходимо позвонить по телефону 101. Пожарный диспетчер примет вызов, определит ваше местоположение и вызовет вам звено спасателей. Нужно четко понимать, что в социальной сети пожарные не читают. Большое вам, Александр Сергеевич, спасибо сегодня за столь нужную, важную, актуальную и самое главное беседу, ну и за то, что, конечно, нашли время, пришли к нам в студию. Спасибо, всего доброго. Спасибо, до свидания. Дорогие друзья, вы смотрели программу «Вопрос дня». Увидимся в эфире канала РТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова